Всем доброе утро из солнечного, мне даже самое смешно, эта фраза, из солнечного Краснодара. Нас и снег тут достал. Мы приехали, было все нормально, погода вроде была такая непонятная еще пока в 5 утра. Ну, легли спать, проснулись и, пожалуйста, снег, все нависло и по прогнозу обещают, по-моему, даже несколько дней снег. Вот такой вот у нас вид из окна. Мы, кстати, находимся сейчас на пятом этаже, но такое ощущение, что у нас этаж второй. Вот на фоне вот этих вот вышек, я даже что-то не считала, сколько тут этажей, но, наверное, больше 21. Кажется, что ты очень и очень низкая. Вот там, вот там. Обзор квартиры я вам покажу попозже, когда мы наведем более-менее здесь порядок. Сейчас мне даже стыдно это все показывать, потому что мы как приехали, уставшие, невыспавшиеся, побросали все это. Перекусили и легли спать. Вот сейчас нам нужно будет сходить в гипермаркет Магнит. Заодно здесь разведаем, что к чему. Посмотрели по карте, здесь недалеко есть хороший большой гипермаркет Магнит. Там закупимся. Вот. И придем домой. И заодно я вам все покажу. Что хочу вам показать заодно по пути. Какой интересный коридор в этом доме, в этой квартире. Покажи свой рюкзак модный. Как будто Яндекс. Подождите, он что-то перекосился. Яндекс разносчик. Рыжий. Он такой здоровый, вместительный. Я думаю, нам хватит. Так, что пойдемте. Есть такая общая дверь. На две квартиры получается. В плитке. Такой здоровый коридор. Вентиляция большая. Здесь можно заблудиться только в одном коридоре. Мы уже спустились на первый этаж. Я так понимаю, здесь грузовой пассажирский лифт. И вот такая вот погодка. Не особо радостная для нас. Там снега насыпало как много. Снег тебя преследует. Да. Мы от него, а он за нами. Это Восточно-Кругляковский район. Если кто из Краснодара, я думаю, понял. Ну, вот так вот выглядят дома. Не помню, как называется ЖК. Короче, ладно, улицу снимать не буду, потому что мокрые хлопья снега прямо на телефон. Здесь где-то совсем прямо рядом магнит. Будем искать. Это как в рекламе. Это как в рекламе, когда ресницы специально снегу делают. Смотрите, еще кошмарство творится. Покажите сюда. Все, мы пришли домой. У нас промокли вообще насквозь все ноги, хотя мы шли тут совсем недалеко. Но погода просто отвратительная. Слякоть, лужи и мокрый снег. Так, значит, вот такой вот сейчас у нас бардак творится. Я пока ничего здесь не раскладываю, потому что хочу с хлоркой, с антибактериальным каким-нибудь средством протереть здесь все. Вот. И пока вот сейчас приготовлю что-нибудь на скорую руку. Быстро поедим. И уже потом буду заниматься вещами. Сейчас только что пришли из магазина. Вот раскладываю покупки. Сейчас быстренько покажу. Скажу, что почем. Поставила в это время пока отваривать картошку. И еще самая главная проблема у нас сейчас, как ни странно, возникла. Это вот с этой вот электрической плитой. Мы с ней столкнулись впервые. Вообще не можем разобраться, что куда вертеть, что куда крутить. Вот я так поняла, что я ее включила. Нет вообще никаких опознавательных знаков. Какой должно быть сейчас вот, я не знаю, напор что ли, как это назвать. Вот. Мощность. Она прокручивается. Видите, по кругу ходит. И небольшой напор, ни маленький, ничего нет. Вот я не знаю, выключена, она включена. Вообще как-то непонятно все сделано. У нас до этого всегда был газ. А здесь везде в Краснодаре, я смотрю, электрические плиты. Ну, будем привыкать, что делать. Вот не знаю, сейчас наладили. Значит, поставила сейчас быстренько помою картошку. Хочу отварить ее просто в мундире. И с селедкой сейчас приготовим. Не знаю, сколько будет теперь это все закипать. Потому что мы здесь ставили воду просто, чтобы попить. И она у нас полчаса закипала, даже больше. Очень проблематично. Тем более, когда все хотят есть. Когда не понимаешь вообще, что надо делать. Ладно бы просто газ, да, включил и все. Ну, ладно, будем разбираться. Причем хозяйка, самое интересное, тоже не знает. Она говорит, я не знаю, разбирайте сами. А это у нас все здесь с поезда лежит, остатки. Ну, как остатки? Вот здесь, кстати, холодильник. В холодильнике пока ничего нет. Вот, ну так вроде чистый. Ладно, все, буду заниматься делами домашними. Вот тут Илья еще принес целый рюкзак. Он просто неподъемный, набит битком. Еды мы накупили побольше. Всего по чуть-чуть. Надеюсь, нам хотя бы на полмесяца хватит. Ну, мяса, конечно, мало мы купили. Но не все сразу. И то это кое-как утащили. Посуда, кстати, нам очень сильно пригодилась. Все вот эти вот кастрюли мне пригодились. Ложки, вилки, доска. Все. Единственное, что здесь было, так это вот эта вот кастрюлька. Вот эта сковородка. Там какая-то соль непонятная. Ложь, ой, этот половник, ножик, ложки, вилки. Все. Ни чайника электрического, ничего. Абсолютно пустая. И меня спрашивали, почему я беру с собой швабру. Потому что, чтобы это лишний раз не покупать. И то вот сейчас нашли ведро, хоть помойное. И то его хотели покупать. Просто обычное ведро, чтобы помыть полы. Или для мусора пакет. Ничего нет. Ой, ведро. Будем все потихонечку докупать. Вот что-то шипит. Не знаю, сколько будет вариться. Видно будет. Наш ужин готов на скорую руку. Значит, Яночке я картошечку смешала со сметанкой и посолила. Но она ее не хочет. Кушать, она кушает только огурчики. Огурчики просто посолила. Она у нас как травоядная ест, только траву одну. Вот нам сделала огурцы в майонезе. Значит, открылись в ледочку. Хлеб очень вкусный. Лаваш. Так, так, так. Картошку отварила. Все. Сейчас будем мы ужинать. Да? Вкусные огурчики, да? Да. А картошечка? Картошку не хочу. Не хочу, да. Закончила я наводить порядок на кухне. Сейчас, значит, все раскладывала по шкафчикам. Как могла. Вот так у себя это все выглядит. Там пока все крупы закинула сверху. Тут у нас посуда. Вот. Ну, тут тоже. Вот так вот. Тут, кстати, мой лук, морковь, картошка в пакете и моя посуда. Разобрались, наконец-таки, с газовой плитой. У нас, кстати, время уже час ночи доходит. Сейчас пойду я спать. Вот. Теперь у нас все работает. Оказывается, здесь просто все постиралось. Вот здесь я кое-как нашла одну циферку. Была. По ней ориентировалась. Значит, здесь лоток перемыла. Все столовые приборы положила. Лишние убрала, чужие. В холодильнике у нас прибавилось так довольно-таки еды. Завтра буду разделывать курочку. Буду готовить. Сегодня уже ничего не буду готовить. Потому что поели уже. Так. Бутылки пока мы не выкидываем. Потому что, мало ли, вдруг пригодятся. Я ее помыла. Вот. Так вот что-нибудь наливать. Здесь вот оставила для Яны всякие. Ее художество. Вот. Яблоки помыла. Положила. Это у меня типа такая будет. Вазочка. Вот. Ну и все. Завтра, может быть, подмету. Не знаю. Будет видно. Приспосабливаюсь ко всему. В принципе, мне нравится все. Хорошо, светло. Все, девчонки. На этом я буду завершать этот влог. Всем пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok